Главнее всего – погода в доме. У жильцов 4-го подъезда по Новокузнецкой 4 в квартирах теперь всегда будет сухо и комфортно. В этом уверяют специалисты КП «Основание». Взялись за ремонт кровли. Местные жители о таком событии мечтали давно. Говорят, чтобы решить коммунальную проблему, обратились за помощью прямо к президенту. Подробнее об этом – далее в сюжете. На улицу Новокузнецкая 4 пришел коммунальный праздник. Здесь жилищники, вооружившись специнструментами, ремонтируют протекающий участок кровли, который давно доставлял неудобства жильцам двух квартир. Чтобы решить вопрос, люди обратились за помощью к президенту, позвонив на горячую линию. В прошлом году это мог сделать каждый украинец в рамках проекта «Диалог со страной». Это прямая президентская линия, на которую с города Запорожья обратилось 54 заявителя. Значит, какой-то процент был информационных запросов и около 10 заявок было технического характера. В силу того, что в 2013 году бюджет был уже сформирован на тот момент, некоторые объекты не попали в работы 2013 года. Поэтому были перенесены на 2014 год. Одна из заявок, которую мы сейчас видим, это течь кровли над квартирами 120-124 по улице Новокузнецкой 4. На Новокузнецкой 4 жилищники отремонтировали более 200 квадратных метров кровли. А еще пообещали жительнице одной из квартир помочь с косметическим ремонтом. Пенсионерка Татьяна Анатольевна не нарадуется. Говорит, из-за протекающей кровли раньше в коридоре часто были мокрые потолки, возникали проблемы с проводкой. Теперь уверена, все изменится. Спасибо, конечно, всем, кто участвовал в этом. Президенту, мы за президента были. Большое спасибо основанию, мэру нашему. Наконец-то мы будем праздновать. Сделаем ремонт и уже тогда все получится. А Эльвиру Гончаренко заставила позвонить на горячую президентскую линию «Жилищная проблема». Женщина делила комнату в общежитии с двумя взрослыми детьми. Всем приходилось ютиться на площади в 16 квадратных метров. Комнатка очень маленькая, семейство большая, все взрослые. И возник вопрос о расширении, то есть, ну, там, как бы расширение, там, выдача дополнительной комнаты. И я этим вопросом начала заниматься и, как бы, обратилась на горячую линию к президенту, да. Я описала ситуацию. Удалось решить вопрос с помощью перевода нежилого помещения, свободного нежилого помещения в общежитии, в котором проживает заявительница. И было принято решение из городского совета о возможности использовать нежилое помещение как жилую комнату. И таким образом, после этого решения был оформлен ордер на уже жилую комнату. Долгожданный ордер Эльвира Гончаренко уже получила. Впереди у нее приятные хлопоты. На следующей неделе женщина планирует заселиться в новую комнату.